итак всем привет тема сегодняшнего видео будет фартук на кухне из капельки плитки здесь у меня уже за моей спиной выложенный фартук я его еще не доделал просто это пока в процессе пока не установлены резетки пока не сделана затирка пока еще не выложена вот эта часть там где будет находиться вытяжка чуть-чуть надо будет опустить капель в районе плиты но сейчас не об этом просто хочу сказать о преимуществах фартука из плитки многие отказываются от фартука из капельной плитки из-за того что думают что это во-первых некрасиво во вторых дороже ну и в третьих бит ее будет не такой эффектный как допустим если бы они взяли фартук из того же мдф который в цвет старешницы сразу хочу сказать что фартук из мдф который предлагают продавцы кухонную гарнитуру то что тем что он боится влаги это во-первых во вторых он но сам по себе еще такой более податливым повреждением то есть если вы его будете быть какой-нибудь такой абразивной щеткой то соответственно на нем останутся следы и то есть можно спокойно повредить его ну и соответственно тоже потеряет свой вид уже через несколько лет кафельная же плитка сама по себе она такое более интересное решение допустим как здесь вот на этом виде я выложил ее в шахматном порядке и соответственно уже придал какой-то более интересный эффект этой плитки нежели если бы я просто и положил прямо друг на друга ну и еще декоры дополняют эту капельную плитку этот фартук дополняет декоры тоже в стиле кухни то есть там чашки надписи вилки ложки ну и все говорит о том что это плитка предназначена именно для фартука или для кухни ну представлено конечно много вариантов видов капельной плитки которые можно использовать для того чтобы сделать фартук ну в принципе для этого объекта мы выбрали мы выбрали именно вот эту плитку потому что она подошла по цвету и по фактуре то есть интересный дизайн интересный проект так ну надеюсь вам это решение понравится так что смотреть это видео и увидите как я буду укладывать эту плитку что я буду делать как это будет происходить не в результате я вам покажу окончательный вариант того что у нас получилось на этом объекте с этой кухней всем приятного просмотра смотрите дальше и вы все сами увидите так ладно товарищи внимательно внимательно следим за тем как я буду сейчас работать сейчас я буду клеить вот эту плитку на стену обязательно всегда соблюдаем направление стрелок вот она держит показано потому что плитка если не соблюдать направление то она может быть с одной стороны больше размера с другой меньше то есть соответственно она будет плясать и чтобы такого не происходило направление стрелок всегда должно быть в одном направлении самый важный момент выборе плитки это сад дата и артикул всегда должны совпадать иначе плитка может отличаться друг от друга в нашем случае мы ошиблись и взяли разные партии 2708 и 2210 то есть разница в два месяца соответственно за два месяца могло произойти все что угодно и плитка могла поменять свой размер также тонн оттенок надеюсь это сильно заметно у нас на фартуке не будет так следующим этапом нам нужно просверлить отверстие в кафеле вот под эти розетки для этого что мы делаем я уже сделал отметки как и сделал поставил угольник относительно кафеля 90 градусов приподнял чертой их выше кафеля для того чтобы приставив кафель другой которым нам нужно будет сделать отметки ставим так как он будет потом находиться в приклеенном виде так и все с помощью карандаша переносим эти отметки на кафель так отметки сделал вот здесь вот они вот у меня сверху так и теперь центр розетки отмеряем тоже также приставляем крестик и находим центр это у нас будет 9 сантиметров так теперь переносим отметку на кафель здесь приклеил я бумажный скотч потому что глянцевая поверхность на ней не рисует карандаш так и 9 сантиметров от низа так вот они две отметки на них вот в этих местах нам нужно 6 сейчас просверлить два отверстия шириной 7 сантиметров то есть окружность должна быть диаметре 7 сантиметров мы это будем делать с помощью балерины она вот выглядит вот так так теперь угольником задаем и три с половиной сантиметра радиус так и так просверлили два отверстия в кафеле теперь представляем его на место и проверяем отверстие под розетки в кафеле просверлили так у нас еще задача здесь просверлить еще два отверстия в кафеле но я думаю потом уже без проблем мы начнем просто укладывать кафель на фартук и как это будет выглядеть дальше смотрите в продолжении этого видео а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...